В пятницу Страстной Седмицы церковь вспоминает события, которые можно назвать самым скорбным для каждого верующего человека – распятие и смерть Иисуса Христа. События этого Великого Дня отражены в сегодняшних церковных службах. Церковь как бы ставит нас у подножия Креста Христова и пред нашим взором изображает спасительное страдание Господне. Богослужение Великой Пятницы митрополит Екатеринбургский Верхоатурский Кирилл совершил в Вяно-Притеченском соборе. А начались они накануне вечером чтением 12 Евангелий в Троицком кафедральном соборе. По церковному уставу день начинается с вечера предыдущего дня, поэтому богослужение Страстной Пятницы начинается в четверг вечером, чтением 12 Евангелий Святых Страстей Христовых. На этом богослужении молящиеся зажигают свечи и как бы вступают в глубокую тьму Гефсиманской ночи, окутывающей теперь мир. В первые века христианства в Иерусалимской Церкви Евангелие считали всю ночь в тех местах, где Господь учил своих учеников перед страданиями. Ночью, переходя из одного памятного места к другому, освящая камень и стыпу светильниками, шли люди по стопам Господа с молитвой. По богочестивому обычаю после утренней прихожане приносят домой свечи, которые они выжигали во время слушания священных текстов за богослужением, и зажигают лампаду, огонь которой будет гореть до Пасхи или до конца Светлой Седмицы. Песня. Песня. В саму Страстную Пятницу в Церкви не бывает литургии, ведь в этот день Христос принес себя в жертву ради людей. Во время богослужения выносит плащаницу, плат с изображением Иисуса, лежащего во гробе. Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма, на возвышении, украшенном цветами. Песня. 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 Священнослужители и все молящиеся поклоняются, прикладываются к плащанице и с великим трепетом лобызают изображенного на ней Господа, пробитые гвоздями копьем ребра, руки и ноги Спасителя. Ведь именно о нас Иисус Христос тужил и скорбел в саду Гевсиманском, в преддверии страданий. И только любовь, сострадание и милосердие к человеку дало ему силу вынести эти страшные муки. Плащаница будет находиться на середине храма в продолжении трех неполных дней, напоминая этим трехдневное отхождение Господа во гробе. Субтитры подогнал «Симон»